Балет «Щелкунчик» празднует юбилей. Самой любимой новогодней сказке многих поколений в этом году 130 лет. Знаменитый балет Петра Ильича Чуйковского в канун Нового года по традиции идет и в Театре Астана Балет. Он представлен в редакции Василия Вайнонена в постановке Алтыная Салмуратовой. Помимо артистов театра, в спектакле принимают участие более 200 воспитанников Академии хореографии. Каждый год в учебном заведении проходят традиционные репетиции по поводу новых составов. Дети вырастают из этих ролей. Даже если они остаются в Академии, те, кто танцевал детей на елке, уже следующий год они стоят в мышах. Там уже дети постарше, посерьезнее работа, другая уже немножко. И вырастают. Дальше они вырастают, идут в кордебалет вместе наряду с артистами танцевать. А дети на елке мы вводим каждый год в новые составы. «Щелкунчик» неизменно сопровождает воспитанников Академии хореографии в период обучения. Они исполняют детские сцены первого и второго актов, феерический танец снежинок, яркие танцы кукол из дивертисмента. Спектакль помогает им привыкнуть к сцене и глубже понять смысл своей будущей профессии. Когда я сам учился в Академии, в 2017 году у нас была премьера в Театре Астана Балетия. Я там также принимал участие в качестве студента тогда. И восхищался я с артистом. Тоже хотел как бы вырастить, как они, стать артистом. И мне посчастливилось, что я также работаю здесь. В столице подвели итоги республиканского конкурса «Дала-даусе». Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась в Казахском музыкально-драматическом театре имени Калибека Конышбаева. Конкурс направлен на поддержку деятелей искусства и их произведений в жанрах традиционного, классического, эстрадного и театрального искусства. Со всего Казахстана для участия поступило свыше 200 заявок. Конкурс проводился по нескольким номинациям. Среди них лучшая фольклорная музыка, лучшая классическая музыка, лучшее драматическое произведение, лучшее произведение музыкально-театрального жанра и другие. Раньше у нас проводился конкурс «Таульсэздэк Толгауэ». Отдельно у нас проходили конкурсы по драматургии и по музыке. И сейчас все это объединилось в рамках одного масштабного проекта. Увеличился и призовой фонд. Думаю, это отличная возможность для наших деятелей культуры. По итогам конкурса среди авторов классической музыки были награждены Бейбы Далдинбай, Санжар Байтиреков и Ширын Базаркулова. Жюри также отметили такие отечественные произведения, как опера «Сакена» Либи Абдинурова, балет «Алдаркусия» Алмабека Мейербекова и балет «Алпамыс» Армана Жаима. А в номинации «Лучшее драматургическое произведение» победили Асалбек Ихсанов с пьесой «Зор Бульгамеш» Хэмкоркатата и Куаныш Жинбай с пьесой для детской юношеской аудитории «Хашкан». В Государственном военно-историческом музее открылась выставка, которая ознакомит посетителей с творчеством молодых казахстанских авторов, членов молодежного объединения Союза художников Астаны. Союз молодых художников ориентирован на то, чтобы помогать молодым художникам взращиваться, становиться более старшими. Вообще Союз художников, именно молодежи, находится под предводительством Старшего союза Астаны. И наши старшие как раз такие люди, художники, исправления, наши мастера, они нас направляют. На выставке представлены более 80 картин 22 молодых авторов. Для некоторых из них это первая в жизни выставка. Среди членов молодежного объединения также есть призеры престижных конкурсов, а также международных выставок и симпозиумов. Я училась в Алматы в Казахской национальной академии имени Жургенова. После получения диплома переехала в Астану и узнала об этом молодежном объединении и решила вступить. Мы часто собираемся и делимся творческими идеями. Чтобы вступить в молодежное объединение, необходимо образование художника, дизайнера или архитектора, портфолио и желание творить. Союз поможет молодым талантам подготовиться к выставкам и повысить уровень мастерства. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 24 декабря в Кустанае пройдет концерт «Мэйджи Хит» – оркестра казахских народных инструментов имени Молдахметова. 24 декабря в Центральном зале «Казахстан» состоится концерт «Джаз-вечера» в «Казах-концерте». 24 декабря труппа театра драмы имени Горького готовит к показу постановку «Народная кадриль». Субтитры создавал DimaTorzok